Еще вопрос? Все, тогда спасибо. Спасибо. Для начала хочу всех поприветствовать. Очень приятно, что в этом зале столько людей, с которыми я знаком лично. Я думаю, что поэтому общение пройдет еще более позитивно, положительно. У меня поскольку такая все-таки не очень формальная атмосфера подразумевается, то и доклад, соответственно, надеюсь, будет весело. Для тех, кто меня не знает, расскажу о себе. Опыт разработки веб-проектов у меня 3,5 года. Я работал в двух очень крупных, самых крупных ярославских компаниях. Одна занимается веб-разработкой, другая – разработкой программного обеспечения. Но большинство проектов там тоже через интернет работают, поэтому можно тоже их относительно назвать веб-сайтами. С уверенностью могу заявлять, что эти компании – лидеры в Ярославле точно, и одни из лидеров в России. Здесь представители этих компаний есть. Поэтому спасибо им большое. У меня очень много положительных эмоций связано с ними. Сейчас я соучредитель и директор компании Red Star Group. Мы занимаемся созданием, продвижением, поддержкой веб-сайтов. И все, что с этим связано. Всего я принимал участие в разработке более 100 веб-проектов, скажем так, от достаточно простых корпоративных сайтов до очень крупных порталов и интернет-магазинов. Теперь критерии, скажем так. Как не сделать хрень? Классическая школа проектного менеджмента или проектного управления учит нас, что в проекте всего два критерия основных – это сроки и стоимость. Но, как подсказывает нам КЭП, что есть еще много факторов, которые влияют. И они везде уникальны. Вот о них я бы сейчас и хотел поговорить. А сподвигла меня ко всему этому встреча, которая произошла месяца три назад на продажах, когда клиент сказал, вот смотрите, вот у меня ваше коммерческое предложение и вот коммерческие предложения трех других компаний. Сроки и стоимость примерно одинаковые. Как мне определить, кто сделает сайт лучше? Первая мысль, естественно, о портфолио. Вот мы сделали это, это и это, но портфолио – такая штука, что тогда сделали хорошо, не факт, что получится сейчас. То есть это все достаточно субъективно. Второй вопрос, ну, второй ответ на этот вопрос, который пришел в голову – это квалификация персонала. Да, есть супер-пупер программист, но я не могу с ним ходить, во-первых, на продаже, потому что он должен делать свои вещи. Во-вторых, у супер-пупер программиста могут быть тоже свои какие-то проблемы. Это банальный человеческий фактор. У него болеет ребенок, две недели лежит в больнице, он весь на нервике, из-за этого проект может сорваться. Банально. Что тогда подразумевать под словом «качество»? И еще раз. Что же это такое? Я все-таки решил для себя, что это несколько основных принципов в работе, в подходе именно к разработке самого проекта. Если придерживаться их и направлять свою компанию на этот путь, то 99% что проект будет удачный. Так, об этих принципах. Нужно быть партнером заказчика, быть на его стороне. Нужно понимать бизнес. Если мы не понимаем бизнес заказчика и не знаем, откуда он берет деньги, какие у него есть проблемы, которые он хочет решить созданием своего сайта, то в большой вероятности проект не получится. Очень важно четко понимать цели. Для чего, опять же повторюсь, для чего, что конкретно нужно. Потому что делать просто так, вот у всех есть, я тоже хочу, смысл от этого не будет. В чем очень даже может быть эффект негативный. Опять же, к вопросу об обратной связи, которая уже затрагивалась предыдущими докладчиками, если компания не способна отвечать на обратную связь или хотя бы просто генерировать новости. Когда мы заходим на сайт, там, оп, новости два года назад. Никто не пойдет обращаться в эту компанию. Или, допустим, какой-то завод, у него есть форум. Мы заходим, на форуме три темы за последние два года, где написаны вопросы по продукции. Никакого ответа и куча объявлений с проститутками. Тоже, сразу же, отношение соответственное к сайтам. Уважение. Вот это вот один из самых важных принципов в работе. Если ты не уважаешь заказчика, если исполнитель не уважает заказчика и наоборот, скорее всего, ничего не получится. Уважение может проявляться всего несколькими, ну, не то, что несколькими, а проявляться должно на всех этапах и всегда. Нужно, самое главное, держать слово. Если ты дал свое слово, то ты должен его сдержать. Потому что, допустим, у заказчика директор говорит, директору по маркетингу, вот, я хочу сделать сайт, он должен выполнять такие-то цели, здорово. Заказчик приходит к исполнителю, исполнитель говорит, да, мы сделаем, но при этом идут какие-то затягивания, то в первую очередь это может негативно отразиться и на этом маркетологе, которому потом еще с директором жить и жить, после этого, да, и на всем остальном. Ну, опоздание здесь, назад. Опоздание – это вообще самый страшный грех, сам честно грешусь, но стараюсь исправляться. Достаточно же просто поставить заметку на телефоне, куда-то записать и просто приехать на встречу пораньше. У нас в Ярославле это может быть не так актуально, как в Москве, но тем не менее, это все-таки один из… приходить вовремя – это один из главных… Честность. Ну, это опять же к вопросу по данном слове. Важно быть честным и с заказчиком, и со своими сотрудниками. Работа на результат. Результат важен для всех, но результат всегда бывает разным. Кто-то… Для кого-то результат – это сам процесс, для кого-то – это увеличение прибыли на 5,25% за второй квартал 2011 года. Важно с самого начала понимать, для кого и что. В ноябре у нас состоялся разговор, тоже с заказчиком, когда мы предоставили коммерческое предложение, после нескольких встреч, он у него посмотрел и сказал, давайте сразу увеличим стоимость проекта в три раза, но при этом увеличим количество доработок в четыре раза. Ну, вот сейчас мы понимаем, почему он это довел. И просто очень много интеракций. Человек любит, а давайте вот здесь вот что-то поправим, а потом вот здесь вот что-то поправим. Для него это результат. Результат – процесс. Ему не важно открыть быстро сайт. Зоны ответственности. Опять же, важно с самого начала проговаривать, кто за что отвечает, потому что достаточно часто встречается, мы контент подготовим, мы контент не подготовили и так далее. Все это как снежный ком затягивает, 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 увеличивает сроки, увеличивает, скажем так, риск того, что проект будет неуспешным. Внимание к деталям. Вот внимание к деталям для меня, по крайней мере, оно очень важно. Я тоже люблю смотреть, и чтобы все было в едином стиле, чтобы все шрифты были одинаковые, чтобы все заголовки какие-то, еще что-то, чтобы все это было одинаково, как в онлайне, так и в оффлайне. Но это, правда, уже другая тема. Когда человек идет по улице, и он неряшливо, небрежно одет, к нему тоже соответствующие отношения, точно так же и с сайтами.